...надо реализовать, он приедет в контакт, а вот и вот. Овергай. Теперь оно перейдет на F, и вот добавится. Единственное, что надо добавить F-back step. В F-back step. Да? Теперь проверяем. Нажимаем, перешли на создание. Сейчас мы аккаунт создания чуть-чуть помодифаем, чтобы он был более-менее красивенький. И начнем создавать аккаунт. Я могу, да. Я сейчас сделаю второй тест. Здорово, благодаря. Вот пример теста. Я немножко модифицировался. Если там у нас были вписаны прямо в текст имена, то есть такая возможность у нас также выносить эти имена отдельно. Их можно в файл выносить, можно вот таким вот образом прямо под тестом писать. То есть я указываю ему, что он заходит, нажимает создать новый контакт, создает контакт с title, email и phone, которые берутся каждый раз вот отсюда. Этот тест будет бежать столько раз, сколько есть значений вот здесь вот. Вот. И потом он проверяет в конце, что контакт с title, с таким, который он создал здесь, он есть и обращается на главной странице. Вот. А, дальше еще. Сразу в этом фреймворке есть возможность гонять под разными браузерами. То есть у него встроенный, используется веб-драйвер. По дефолту веб-драйвер работает с Firefox для Chrome, и Internet Explorer должна выкачивать драйвера. В данном решении они уже встроены. Поэтому я пробую вгонять, к примеру, на Chrome, я указываю драйвера на Chrome и вот запускаю тесты. Вот так... Ставится браузер. То есть есть даже визуализация? Да, это всё прямо делается как настоящий пользователь. Это тоже BlackBox тестирование. То же самое, что делает обычный пользователь. Сейчас я это уберу. Оставим один. Вот он заходит на сайт. Я сделаю сейчас, чтобы он разворачивал его с телефоном неправильно. Вот он создаёт эти самые новые. То, что я указал там новых юзеров. Например, сам контент один, два, три. Он их создаёт всех. И, собственно, он каждого создаёт и проверяет, что он создался на странице. То есть он там весь список прогонит. И каждый раз он будет проверять. Единственное, что я сейчас с телефоном доделаю. И ещё один тест напишу, который будут удалять. Вопрос сразу же. А можно как-то пошли к этому базу, чтобы она всевозможные и невозможные варианты подогидала? Можно. Это можно из файла. То есть заполнять дателы mail и phone с базой? Я имею в виду поставлять все допустимые, пустое значение, прокозябру. Можно написать методы, которые будут генерировать эти значения. То есть количество символов. Если нужно количество символов определённое, мы можем это генерировать и поставлять и спецсимволы, и количество символов. Проверять, что это сама валидация, что вести количество символов. То есть генерировать количество символов больше допустимого. И проверить, что валидация поля есть. Но здесь пусто валидации нет. Ну как бы я другие покажу. Я сейчас допишу delete. И сейчас гляну, что с телефоном не так. А можешь показать, что когда он фейдится? Как он покажет отчёт? Ну я сейчас отчёт покажу, передам слово, потом допишу и покажу фейл. Фейл. Да, сейчас я покажу отчёт. Вот ещё одно преимущество в фреймворке. Есть минусы то, что тяжело редактировать, но плюс очень огромное то, что есть готовые встроенные отчёты. И вот я открываю отчёт, я вижу, что у меня прошли тесты. Прошёл тест adding a new contacts. Причём он прошёл с разными параметрами. Вот. Все как бы параметры, с которыми он прошёл. И как бы все они были с access. Я могу дальше открыть, посмотреть, что делалось. То есть то, что я писал руками, да, given and then. Вот я смотрю, он делает given main page is opened. Open main page. И сразу есть скриншот. То есть я здесь же могу посмотреть, чего он делал. То есть он открыл main page. И вот как она выглядела, да. Следующий шаг у него был click create button. Здесь он кликает create button. Вот она подсветилась. Дальше открывается следующая форма. Следующие шаги – это ввести текст. Вот он ввёл, опять же сделал скриншот. Скриншоты настраиваемые. Их можно делать, можно не делать. Вот если, поскольку они много места занимают, чтобы не засорять просто скриншотами место, можно делать их только на фейле. Ну, я для визуальной, чтобы визуально показать, как там выглядит подсчёт, я бы не выключал эту возможность. То есть, по сути, у нас все шаги расписаны. Каждый параметр, что он вставлял сюда, мы видим здесь fill and form с какими параметрами, то есть он сам контент, какой имейл, фон я сейчас взгляну, что там было не так. И, собственно, каждый шаг он отображает и проверяет, что из contact present, что он именно проверяет. То есть он здесь его создал, а тут он именно его проверил. этапов как бы для каждого параметра, который я указывал. И я сейчас сделаю какой-то delete и fail test, чтобы тоже, опять же, показать в отчёте, отчёт показывать. Ещё в чём преимущество тоже, то, что мы можем писать в story, например, мы можем писать сценарий. То есть обычный тестировщик может писать сценарий, а автоматизаторы или девелоперы доделывать реализацию позже. То есть если у нас здесь будет какой-то сценарий, ну, я сейчас быстренько сделаю, у которого нет реализации. Even... Ну, я просто напишу, да, там. Вот, как я делаю. Вот, я. И вот, 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 вот... Резин. И если мы вот такой вот сценарий запустим, он запустится, но он покажет, что этот сценарий pending, то есть у нас еще нет реализации на это. Вот тест скип. И потом, ну сейчас он скинерит отчет, если мы зайдем в отчет, он нам покажет, что этот тест у нас скипнулся, но он его видит уже как тест, и видит, какие шаги ему нужно сделать, просто он их отмечает как pending. То есть любой тестировщик может писать вот эти вот сценарии, эти сценарии вплоть до того, что могут вытаскиваться с тест-менеджмента, тестировщику не нужно даже лезть в код, он может писать вот такие вот сценарии, где-то у себя в тест-менеджментуле, хранить как тест-кейсы, дальше автотест будет идти просто оттуда вытаскивать их и прогонять. То, что есть реализовано, оно уже, оно будет прогоняться, как бы показываться результаты. То, что не реализовано, все шаги будут показываться в пендинге, мы можем видеть статистику. Мы, например, можем покрыть тест-кейсами все приложение, дальше взять какую-то реализацию сделать и вытягивать все тест-кейсы и запускать их. И мы можем видеть, например, у нас покрыто, но в коде реализовано только 10%, которые покрывают из всех тест-кейсов, которые есть. Дальше, то есть мы код наращиваем, да, вот эти методы создаем, которые, ну, описываем кнопки, да, методы, которые работают с кнопками и заполняют поля. И мы смотрим, как бы это меняется, то есть там 50%, 60%, 70%, ну, до тех пор, пока мы не покроем все. То есть изначально мы, у нас цель это покрыть все требования, часто, кстати, требования прямо в таком формате приходят от заказчика. Очень удобно, когда акцентность-критерий есть, мы просто ее оттуда копируем, сюда вставляем и покрываем конкретную функциональность новую, которая нам нужна. Только пишем реализацию для этого. Вот сейчас я еще пару тестов напишу и продолжу, еще, может, расскажу походу немножко. Уважаемые гости, прежде всего снова переключимся на гену, я просто хотела бы добавить один момент. Как видите, мы чуть-чуть технически, да, не уложились в заявленное вреде, но, как вы понимаете, это связано только с одной причиной. Потому что все, что здесь сейчас происходит, я хочу сделать на этом еще один акцент, происходит, то, что называется, вживую, да. В реальности то, что также может случиться и бывает, и, конечно, более всего, как раз учесть реальное время, которое займется, сложнее всего, потому что вы видите, какие моменты могут возникать. Но, как вы видите, наша команда не сдается и все-таки хочет до какого-то логического завершения довести эту часть. Поэтому я надеюсь, что вам с нами еще интересно. Это буквально недолго, мы все-таки будем продолжать и, конечно же, да. Что мы делаем, ну, смотрите, да, у нас есть список, у нас есть кнопка R, здесь у нас хенты прописаны, чуваку понятно, чего тут вводить, да, чего нет. В принципе, если бы клавиатурка здесь была, она бы мне не дала вводить, что попало сюда. Сейчас я попробую собачку, да, она вводит, но на самом деле тут стоит тип e-mail адрес и, по идее, там плавиатурка была в власти сводом только e-mail. Так, в самом деле, я сделал добавление картиночки, то есть вы можете уже пикнуть что-нибудь, да, там, не знаю, что-то рамку, пикнули. Вот, так само можете там репикнуть, да, себя, вот, ну и будет кнопка создать. Сейчас я бы хватает завершить это все, отправить на сервер, чтобы мы увидели где-то на сервере свое данное. Так, поехали. Мне осталось что? Мне осталось надо забиндить контрольчики, где мой create-аккаунт, да, контрольчики, edit-боксики надо забиндить, осталось e-mail буквально, а мы пока что будем, наверное, без валидации, ну, либо какую-то там тривиальную давали. Что у нас? Namework, phone, бла-бла-бла-бла-бла. И погнали. И осталось нам найти кнопку RLID, BTN, 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 BTN. кнопка сверху, почему сверху? потому что это related-оявка просто сказал, кнопка будет снизу да и тут пишем dmf и мы ее сделаем зачем я это в общем, короче, она нам не нужна на самом деле это тоже, видите, я не кастую кнопки, потому что состояние enable-it-zip есть у любого и так само listener можно на любой элемент привесить где-то был click listener значит на click listener мы создадим, допустим, команду добавления еще одна прямая важная деталь это вот этой кнопкой сразу поставить enable-it-false то есть вы не можете ничего с ней делать вот она задизайблена и навешать text-changedal на ваши поля типа add new text-watcher в текст-watchере нам не интересно нам надо text-changedal у нас пока что будет одно required поле да-да-да, я знаю потребования разные будут но пока что так и мы скажем, что если имя btn, значит кнопка будет у нас доступна если количество ну имя не пустое в принципе да, и лучше вот так get text get text emio length ну 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 все, теперь кнопка будет да, ее надо сделать так и нам нужна теперь ага так команду удалить я вам показывал да да тут ничего хитрого да создали DTO-объект сказали удали его он пошел на сервер удалил мы удалили здесь результат на самом деле команда не полная почему? во-первых, нужно проверить результат удаления да, что окей, не окей если не окей вернуть fail а не success да, а на той стороне на UI и показать ошибку юзеру но делаем прототип поэтому в прототипе все можно видите, да create не enable как только мы что-то вводим он становится можно нажимать кнопки как только стерк и опять ничего нет это правильное поведение все гугловые гайдлайны рекомендуют не дать юзеру всегда нажимать кнопку потом показывать извините не ввел а вот только давайте разрешать нажимать кнопку когда минимальные требования выполнены так ну что осталась кнопочка create create contact command тут мы говорим что base command там просто где-то 5 теперь мы говорим create туда contact dto да у нас тут dto объект фигнируем там не так давай-давай-давай и говорим create тут success опять метода нет окей сделаем давай-давай-давай-давай тоже тоже постом slash и окей наверное так и так будет и значит что что у нас надо имя да значит мы мм тир стрим дальше у нас телефон да дальше у нас мобайл дальше у нас рабочий дальше у нас и адрес 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 а вот фоточку пока что остаемся без фоточки к сожалению мы фоточку конечно передадим но мы передадим URL да плюс почему без фоточки потому что там надо плот делать фоточку на сервер значит я не уверен что так получится но давайте давайте первым у нас было имя дальше был телефон дальше был мобайл дальше был ворк address нет email потом address и дальше email ворк ворк и так в чем младше всего этого набрат значит ground создает task я и говорю в какой класс а дальше надо напихать эти аргументы обратно в ground и task и начинается повторение так что тех и с этим callback и выполняем на самую очередь на выполнение контекста теперь вы видите тут параметры это именование параметры оно не может быть таким плохим ну одинаковом смысле для всех иначе перед параметры и теперь поехали email address и сверху нам надо будет вычитать в том же порядке ну не в том же порядке а с такими же именами ну и опять же вот такие тексты инлайновые нельзя оставлять должна быть у вас константа поехали пользуемся IDE сход кей выделить текст стандарт так все мы написали запуск теперь нам нужно напихать эти наши параметры в DTO у нас есть это по идее bundle arguments getArguments то есть все аргументы которые напихали это bundle и двина опять опять getString да argument где наш name и опять же так наш файл 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 адрес да и тут так само так ну а сам мы отправили создали в ответ мы его же получим да 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 там целе есть и назад получим получим тоже это в DTO только уже с IDшничком Так, contact.vto, view, vto, тут у меня на самом деле лажа небольшая, потому что он пришлет id, а, ну да, все, id, и теперь наш contact.vto должен превратиться в two values, да, и мы должны его засетить, я, наверное, закрою, да, чего вы молчите, мы его должны запустить, впихнуть обратно в базу данных, как идет contact.vto, insert, contact.vto, и мы insert, и мы это вот view.vto.vto. Единственное, что надо проверить, это чтобы не было no point, а я бы такой, да, там, иначе черенку появилось. Отлично. Так, ну все, вот штука, которая будет создавать нам, отправлять на сервер, вставляем базу нам. Албаз данных, мы ее немножко обманем и скажем, что имейдж у тебя все-таки есть. Вот техника начинает подводить, купить. Что есть, то есть. А, у нее есть фоточка, а где фото, вот он. Так, и мы ее обманем, фотку мы и не скормили, но якобы положим. Да, и это будет только локальная фотка без string argument и mention. Когда вы делаете демо, да, когда это прототип, такие хинты возможны. Тут добавили, 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 и listener пересетили. Осталось обработать, написать callback.com.reviated. Тут мы говорим, что это callback.com.reviated.com Монсаксесс, иERT.com.reviated.com Вот я говорю, что это callback.com.reviated.com И говорим, опять у нас есть listener, — вот я объявил, да, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё так же самое. Вот это dev� 것을igyated.com .reviated.com Модификаторы доступа, отсутствие модификаторов доступа нельзя простить. И говорим, что он в контакт приедет. Теперь осталось пойти в MainActivity, сказать, что она еще один реализует интерфейс. Он приедет, а он привиснет. Да, он немножко меньше. Реализуя, мы говорим всего лишь getSupportFragmentManager, popBackStack. PopBackStack — это означает вернуться назад, на шаг назад. Ну что, понеслась? Надеюсь, на этом… А все почему? Потому что, видите, гигабайт и гигабайт съела, как только больше гигабайта выжирает, начинает тупить. Так. Пишем, пишем, пишем. Значит. Окей. Давайте кодочку, например, начнем что-то. Потому что не веришь там. Говорят, что с первого раза получится? Да, не получилось с первого раза. Как и как полагалось. Говорит 404, но вам. И, соответственно, видите, мы вернули фейлок, да, отсюда выскочило, и поэтому мы никуда не ушли. Где Сережка? Там креет, а там креет. Там креет. Серега, у тебя креет или креет? Да, я не буду делать файл. Креет там, метод креет. Давайте посмотрим. Креет. Ой, хорошо. Давайте напишем тут user, да, тут напишем какой-нибудь. А, мы есть. Вот. Почему не отразилась иконка? Потому что она не берется с сервера, она только локальная. Надо немножко теперь обмануть здесь. Осталось совсем чуть. Вот, видите, вот тут я делал штуку такую, задел. Надо всего лишь посмотреть, чего они тут. И теперь, ну, коточка, 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 коточка. И смотрим фото, смотрим, коточку, коточку, коточку. Все хорошо. Отправляется. Да? Я не я? Да, коточка у нас у шлагмирки не стоит. А, почему? Потому что. Потому что. Потому что. Молодец. 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 Ну, м equivalent к целпу. Давайте переключимся, давайте переключись, давайте. Давайте, я скончу. Я делал ещё три теста. Зачем нужны азотесты. Чтобы проверять на то что приложение работает правильно. выявлять баги, если какие-то есть приложения. То есть то, что делают мануальные тестировщики, это в принципе то же самое, как это делает машина. То есть есть какие-то тесты, нам нужно что-то проверить, что когда мы создаем юзера, юзер создается, например. Когда мы удаляем юзера, следующий раз сценарий. Мы удаляем юзера, юзер исчезает из списка. Третий я покажу, как пендинг, это edit юзера. Я думаю, сделаю, не сделаю. не доделал. Вот. И собственно я запущу тест по поводу падения теста. Вот я поставил, чтобы второй тест, клик the read button for contact 1.1.1, которого не существует. То есть тест упадет, потому что этого контакта нет. Он двоих создал, и сейчас он пойдет, пытается удалить его нет, он как бы упал уже. А третий не прошел, потому что он не додел. То есть какие-то части уже есть, каких-то еще нет. И вот если посмотреть на отчет... вот, что третий не добавился в страну. Вообще, как бы оно должно отобразить его как пендинг третий, может потому что он частично написан, он не отображен, и оно считает по методам. Ну то есть, если мы открываем первый, второй посмотреть, мы видим, что первый прошел с двумя параметрами. Там был тест-юзер какой-то и тест-юзер 2.2.2. Второй вот он прошел с параметром 1.1.1. И вот, собственно, на шаге удаления он упал и написал, ну вот, чем еще минус, то, что они очень информативные ошибки, но в данном случае, когда элемент не найдет, он пишет. Ну вот, значит, элемент. Пишет, когда assert. Мы ожидаем, например, что будет true, а получился false. Он это тоже выпишет. Но какую-то более сложную ошибку уже нужно лезть в лог и искать в логах. То есть здесь ее не будет. Но в данном случае он написал, что элемента нет, потому что, ну опять же, для обычного тестировщика тяжело будет. Но это с коробки, да, мы доделали это, это все доделывается, в принципе переделывается. Я сказала, можно надстройки над ним делать, чтобы он выводил сюда более информативный лог и было понятно, какого элемента нет и почему его нет. То есть если я здесь сейчас сменю, у меня в первом тесте создается юзер, тест юзер. Во втором он уже есть, я сделаю вот этот тест 1.1.1.1. Вот, а во втором его попробую удалить. вот, я одного создаю, его же пытаются удалить. Видите, я туда уберу. Вот, есть два теста. Запускаем. то есть я могу, в принципе, сейчас поставить, например, в настройках Firefox, и эти же тесты будут бежать под Firefox. Вот он его создает, первый тест, второй тест. Да, то есть, по логам можно пойти и посмотреть, что вот здесь чего-то он будто ли у него. то есть он, ну, опять же, не нашел этот вид паттера. Ну, сейчас времени нет, я не буду углубляться, это очень на быструю руку, как я сказал, вообще, ну, фреймворки проектов строятся, на это выделяется 40 часов, и все вот такие моменты, как бы, они доделываются. Ну, вообще он должен был, ну, если сейчас коллеги примут слово, да, я в это время перегоню его и на фоне пусть он пройдет за тестом. Так, ну, я тогда могу принять слово. Ага, уже переключились. Значит, я дописала тест-кейсы, собственно, вот здесь они все, я уже даже их успела пройти. Я взяла их в конфигурации, значит, смок вы сделали на бубенах в Google Chrome, и в этот кейс я прошла из другой конфигурации в Firefox. Значит, проставила здесь сразу же тест-фейл, прописала комментарии, почему у нас забыли, например, у нас для поля нейл у нас не была валида, ну, у нас есть возможность ввести более чем 100 символов, там нету никакой валидации, поэтому я пишу, что кейс у нас фейл и почему. Ну, у них, ну, в идеале, конечно, будет заводиться вам. Водпекинговую систему, ну, пока так. Дальше. Значит, результат аналогично сделала, как в чек-листе, сколько всего пройденных посчитано. Я автоматически посчитала, сколько пройденных, сколько пройденных, один будет заблокирован, поскольку у нас добавление фоточки при добавлении при AdContact у нас не работает, который работает, поэтому один кейс у нас был заблокирован, мы не смогли добавить фотографию при создании контакта. Вот, собственно, получился у нас вот такой вот график, как бы нарисовала и начала формировать уже отчет по тем, потом. Отчет по результатам тестирования. Собственно, наш репорт, наше приложение, смог тест да, я не записала, смог тест из какого-то Google Cloud, да. Google Cloud последней версии, да. Можно добавить сюда еще, можно к нашему чек-листову, можно добавить сюда наши результаты таблички, если вам будет интересно, то есть в данном случае мы видим только процентное соблюдение. Если интересно, сколько конкретно у нас упало тестов, мы добавим вот это. У нас остались количество тестов, дальше я прописываю, почему у нас заполнены, то есть там где-то у нас баг-1, баг-2 и то, что я хотела сделать, это функционально мы протестировали добавление, компонент добавления контакта, также я добавила сюда уже диаграмму с процентным соотношением, и также можем сюда добавить, мы можем добавить сюда табличку, чтобы видеть, сколько у нас список было в родинах, сколько. Давай, давай. Дальше нужно расписать, почему родина, естественно, вам тут заказчикам будет интересно, почему там упало у нас, например, 10 кейсов, почему один заблокирован, а дальше мы расписываем патчи, то есть блок-ин-пай, тест-кейс там номер такой-то, в данном случае есть номер, там можно ссылками указывать, заблокирован потому что и так далее, появилось тест-кейс, что-то сейчас же видно, если гена у меня вырывает просто. Микрофон, это виртуальный. Да, правильно, да, мы на этапе завершим. Даже тут не закончилось? Да, ошибка была, ну как ошибка, мы пытались обмануть приложение, подсказывая ей фейковую картинку, но когда мы попадали на список, она перегружала список сервера, на сервере картинки не было, поэтому картинка еще там, вот, немножко поманипулировал загрузкой к листам, теперь получим правильный ответ. Вот тут можно было бы и поплыть. Да, я вам сказал, потому что в валидации нету никакой, кроме майн-найм работает, все остальное не валидируется никак. Давайте мы сейчас Джон Суника поставим. Вот так вот. Все! Ура! Завершу уже прям. Ну я, на самом деле, просто указал здесь контакт, а в экзаклах передавал ему тайтл, и поэтому как бы тест упал. Вот я вот только что, на Firefox я уже засетил его погнать, чтобы еще показать, что на Firefox он меняется. И как бы все нормально, он сейчас создаст, я загнал, он сейчас создаст и удалит этого же тест этого юзера. и вот сейчас он нажмет кнопочку «делить», и он исчезнет. Ну и тут оно пишет «test success», такими большими буквами. Вот «test past», ну вот это в блоге, а отчет выглядит таким вот образом. Ну и опять же, на каждый тест мы можем посмотреть все шаги, которые проходили. Благодаря. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok.